На Урале 31-летнюю воспитательницу детского сада обвинили в насилии над ребенком. Мать 7-летнего мальчишки обнаружила синяки на руках своего сына. Ребенок рассказал, что воспитательница сильно схватила его за то, что он не слушался и не ложился спать. Женщина потребовала, чтобы ее коллегу, а мать мальчика также работает воспитателем в том же садике, уволили и привлекли к ответственности. Но другие коллеги и родители назвали это клеветой. Свои аргументы участники конфликта в детском саду номер 12 города Березовского изложили к Екатеринбургскому городскому порталу Е1. По словам Валерии, матери 7-летнего мальчугана, это был не первый случай, когда ее сын приходил домой с синяками. В этот раз она повела его в травмпункт, где были сняты побои, а затем написала заявление в следственный комитет. Сама Ильнара хоть и признает, что брала ребенка за руки, но считает, что делал это не сильно и мальчик больше придумывает. Еще более любопытную версию произошедшего предложили родители, чьи дети посещают группы Ильнары Крылевой. Согласно их версии, синяки на руках детей появились не из-за насилия воспитательницы, а из-за засосов, которые дети ставят сами себе и друг другу. Цитата. Ребенок дома показал, как ребята делают в сон час и сам себе, и друг другу засосы. Просто спать не хотят, говорит Раиса, мать одного из воспитанников. Кто-то из детей принес в садик это, наверное, в другом садике научился. Этот воспитатель просто супер, добрый, отзывчивый. Поддержку Ильнары Гленуровны они записали видео. Это самый лучший воспитатель. Ее надо выдвигать на премию года, как лучшего воспитателя. Я за два дня до инцидента вообще поехала и думаю, надо же, как нам повезло с садиком, с группой, с воспитателем. И была очень удивлена, когда открыла интернет и там такая информация. Очень внимательный, очень отзывчивый человек. Мы в восторге от воспитателя. Ребенок начинает просто бежать в садик. Только говорю в садик, он сразу в садик. Дома не хочу. В садик забрать тяжело. Она очень трепетная, очень внимательная. Она всегда контролирует. Андрей не такой внимательный, она всегда контролирует, поддерживает. И вообще поражена информацией. Одна из воспитательниц того же детсада в интервью. Журналистам косвенно подтвердила факт насилия со стороны Крылевой, но также готова встать на ее защиту. Все мы люди. Никакого злого умысла не было. Кто работал с детьми, тот знает, как сложно поддерживать дисциплину даже с одними или двумя детьми. А тут целая группа и все они слушаются. Человек просто чуть-чуть не совладал с эмоциями, перегнул палку, раздули так, словно нам монстр. Рассказала женщина порталу Е1. В следственном комитете сообщили, что проводят проверку по сообщению о причинении телесных повреждений малолетним ребенку в детском саду. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.